Всем привет! Сегодня мы с вами скачаем тот же самый 3xploit, но уже с обновленного сайта. Как вы могли заметить, поменялся немножко дизайн, он стал намного красивей, в принципе, довольно стало приятно смотреть глазам. Также, если мы лиснем вниз, тут появилась информация, кому полезно, можете зайти почитать. И поменялась кнопочка скачать. То есть, раньше была просто кнопка, а сейчас типа такой виджет, который движется. Вот, видите, я двигаю мышкой, он тоже двигается. В принципе, довольно круто, мне нравится. Нажимаем кнопочку скачать. Здесь разрешаем уведомление. Нажимаем скачать. Всё, чит у нас скачивается. Смотрите, нажимаем сюда. Если у вас так же, как у меня, здесь нету кнопочки скачать, нажимаем здесь показать всё. И вот здесь кнопочка сохранить появилась. Нажимаем её. Всё равно продолжить. Показать в папке. Заходим в папку. И переносим вот эту вот папку на рабочий стол. Так, всё готово. Идём дальше. Теперь заходим на сайт роблокса. И давайте, в принципе, проверим на пиги скрипт. Который есть в скрипт хабе. Так, всё, мы зашли на сайт роблокса. Зашли на пиги. Плейс. Теперь запускаем. Так, ждём, пока загрузится. Так, звук сразу выключаем. Всё, готово. И теперь давайте заходим в папку с читом и запускаем чит. Чит. Также напомню то, что этот чит без ключа. То есть, при входе вам не потребуется никакой ключ. И также здесь работает полностью автоинжект. То есть, вам не нужны посторонние программы, чтобы заинжектиться. Так, вот это стираем. Оно нам не надо. После этого заходим в роблокс. То есть, открываем окошко. И нажимаем вот на этот шприц. Это у нас инжект. Всё, ждём. Всё, он заинжектился. Отлично. Это теперь можно свернуть окошко. Оно потом, когда сворачивается, автоматически пропадает. Так что оно вам не будет мешать. Теперь заходим на скрипт хаб. И нажимаем пиги. Вот он у нас появился. Скрипт. Нужно немножко подождать, чтобы он прогрузился. Иногда он быстро загружается, иногда нет. Давайте сейчас быстренько подожду, пока он загрузится. И мы с вами продолжим. Итак, всё, щит прогрузился. Скорее всего, он долго грузил. Из-за того, что запускалась карта. Скорее всего, по видимости. Из-за того, что ещё карта была не запущена. Из-за этого он долго грузил. Ну, я ждал примерно плюс-минус 30 секунд. Вот. Получается, скорее всего, если карта будет новая выбираться, то, естественно, в принципе, на ней предметов-то и не будет. То есть, нужно ждать, пока прогрузится карта и появятся предметы. Вот. Ну, в принципе, как видите, вот он работает, он показался. Допустим, смотрите, вот тут синий ключ. Убегаем немного подальше. И нажимаем на синий ключ. Как видите, она стопехнула к нему. Так, у меня немного вылетело. Давайте сейчас перезайду. И мы с вами продолжим. Итак, я перезашёл. Давайте заново инжектимся. Нажимаем на этот шприц. Всё, ждём, пока заинжектится. Так, теперь сворачиваем опять окно. И нажимаем пигги. Так, всё готово. Давайте нажимаем плей. Да, в принципе, как я и говорил. Получается, смотрите, сейчас идёт выбор карты. И мне предметы не показались. То есть, как только карта покажется, то есть появится. И появятся сразу же, получается, предметы. Давайте ждём, пока выберут какую-то карту. Выбрали дом, получается. Ладно, ждём, пока загрузится. Так, ну давайте игрока выберем. Потому что, в принципе, бот, наверное, жёстче будет. Хотя, я даже не знаю. В принципе, пигги не играю. В основном. Но бот, мне кажется, наверное, посильнее, чем игрок будет. Хотя, не факт. Так, ну ладно. Выбрали игрока. Отлично. Так, всё, выбрали. Получается, пигги. Кто будет играть. Так, сейчас, получается, у нас идёт маленькая коссцена. Ждём, пока она пройдёт. И, получается, проверяем чит на работоспособность. Вот, я, конечно, не знаю. Может быть, всегда будет кикать. Но, мне кажется... У меня просто чисто единичный случай. Так, всё, готово. Ну, давайте, в принципе, тпхнемся на молоток. Ага, опять вылетело. Так, ладно. Я так понимаю, будет постоянно вылетать. Окей. Ну, в принципе, неудивительно. Давайте, в принципе, проверим на... ...какой-нибудь другой игре. Так, что тут у нас ещё есть? Давайте, буилд и бот. Пишем поиски. Так, всё, готово. Нажимаем поиск. Чит пока свернём. Всё, нашёл. Теперь заходим. И сейчас мы с вами тут проверим. Тут, я надеюсь, не будет вылетать. Ждём, пока закрутится Place. Всё, готово. Отлично. Так, звук сразу убавлю. И сделаю качество на максимум. Всё. Нажимаем Inject. Ждём, пока заинжектится. Всё, готово. Как видите, у меня тут 5000 монет. В принципе, это довольно много. Вроде бы как. Вот. Я их получал, получается, с помощью скрипта, который фармит монеты. Ну, вот. Если вам интересно, я могу заново снять этот видеоролик. И показать, как их сработать. Так. Нифига себе. Вы это видите? Это такая постройка, получается, высокая? Ну, слушайте, блин. Прикольно. Интересно, сколько он её строил. Потому что, я думаю, по-любому больше часа. Напишите в комментариях, сколько он примерно часов потратил. Ну, мне кажется, довольно много. Так, ладно. Давайте проверим скрипт. Нажимаем Builder Bot. А, вот он появился, этот скрипт. Есть Infinity Block. И автофарм. В принципе, Infinity Block вы сами сможете проверить. Давайте проверим с вами автофарм. Нажимаем. Так, всё, готово. Нажимаем Open. Старт. Ну, как видите, в принципе, всё работает и нас не кикает. И, кстати, вот таким вот я способом и заработал свои 5000 монет. Ну, давайте сейчас подождём, пока он до конца долетит. И глянем, сколько нам дадут. Вроде бы, больше 100 не дают. А, смотрите, тут нужно самому бежать, получается. А, нет, не самому. Ладно, давайте сейчас заново посмотрим, как он летит. Может быть, он даже сам соберёт. Нажимаем Start. Так, ждём. В принципе, лететь довольно недолго. И мне дали 70 монет. А, вроде бы как, там, по-моему, рандом. То есть, выдаётся рандомно. От 50 до 100 монет, если не ошибаюсь. Может, даже меньше 50. Так, всё, у меня суда. Тпкнуло, можно так сказать. Ага, и сундук почему-то не собрался. Чит, может быть, немного подлагал. Из-за того, что я сам бежал. Надо было, скорее всего, мне не бежать. Так, смотрите, он, получается, возвращается обратно. И летит, получается, опять на сундук. Ладно, давайте сейчас ждём немножечко. Посмотрим, может быть, он сейчас сам сундук соберёт. Либо же всё-таки нужно самому собирать. Но, мне кажется, я всё-таки тогда сделал ошибку. И не надо было мне самому собирать. Так, ждём. Сейчас он немного думает. И сундук не собрал. Угу. Ну, ладно, в принципе, я думаю, вы сами сможете разобраться. Получается, либо вам самим нужно добежать до сундука, либо же он сам автоматически его соберёт. Вот, я изначально тупанул немного. Вот, ну, в принципе, скрипт работает, как видите, всё отлично. А на этом мы будем заканчивать. С вами, как всегда, был Айзбан. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...